Всем доброе утро, мои хорошие! Я уже проснулась, позавтракала, привела себя в порядок, сходила в душ, сделала небольшой макияж, отправила мужа на работу, помыла посуду, подбила пол после кошки. Это такой какой-то ужас. Мам не снимала целый савок шерсти, два дня не подметала. Я уже не знаю, что с этим делать. Мужу говорю, надо срочно пока подсчетку ее вычесывать, потому что это ужасно. Шерсть кругом. И в постели, и на полу, и на диване. Короче, везде эта шерсть. Мне это дико раздражает. У нас ее туманный альбион, поменялась погода. То ли туман, то ли дождь. Сейчас сниму, вам покажу. И у меня судьба плана приготовить обед. Хочу приготовить печень. Сейчас зашла на YouTube посмотрела, как правильно готовить печень. Я до этого ее готовила, но решила зайти еще посмотреть, как же этим занимаются профессионалы. Нашла один хороший рецептик. Сейчас вам покажу новшества в приготовлении печени, если вы не знали. И все. И сегодня мне приснился сон, где я дико хотела съесть торт. Бегала по кондитерским в поисках сладостей. Поэтому я понимаю, что то, что мы ели этот торт на день рождения, я один кусочек съела. Этого мне мало. Я хочу хотя бы еще пару кусочков съесть, насладиться. В принципе, в последнее время я ем очень редко сладкое. Но я так поняла, что моему мозгу не хватило этого торта, насладиться им. Поэтому я приняла решение сделать у меня небольшое количество этого заварного крема и сделать торт с печеньем. Это так будет просто. Не возиться с этими коржами, с выпеканием коржей, а сделать с печеньем. У меня есть как раз печенье с меркодонами по типу крекер. И я вот в том видео оставляла, не помню уже, маленький тортик я сделал, потому что у меня оставался крем. И он был ничем не хуже, чем выпекать коржи на этот торт Наполеон. Поэтому посмотрите и, возможно, возьмите себе тоже на заметку и будете тоже готовить. Так, ну а сейчас у меня по плану пойти в фруктерию, купить бананы и забежать еще в Гипердина, посмотреть там тоже фрукты. Там постоянно какие-то акции, поэтому можно купить фрукты по выгодным ценам. Я в Микродоне не покупаю фрукты, там очень все дорого. А в Гипердина по премиуму ценам можно купить фрукты и, как говорится, наслаждаться витаминами. Так выглядят горизонтальные дожди на Тонарифе. Обычно они дальше на Гене ходят. А тут у меня посетили лагун. В этих облаках очень много влаги. И она оседает на листьях деревьев. У нас на районе даже есть такой красивый дом с канарским балкончиком. И вот такая шикарная пальма. Это я уже возвращаюсь с ратарей, решила прогуляться вниз по улице. Там вот красивый вид на океан, но сегодня огнучно. Такой как бы туман, идет дождь. Поэтому в другой раз обязательно еще раз вам засниму этот шикарный вид на океан. Что, я купила бананы. Сейчас управляю с гипердина за другими фруктами. Там были еще яблоки на акции. Из того, что я могу есть персики, у меня аллергия на персики. И посмотрю еще греческий йогурт для печени. Потому что за сметану не лените, меркодон. Вот это милые волосы, но уже немножко закучерявились мои волосы. И дождь уйдет, но не идет такие как бы моросячка. И душно. Все-таки парит. Возможно, еще придет хороший дождь. Вот один этаж. Я сниму. Я сегодня выгляжу. Здесь лифт. Большое зеркало. Так, ну что же я купила? Я купила такой греческий йогурт. Ни разу не покупала. Обычно покупаю меркодоновский, асэндаден. То есть под маркой меркодон. Это вообще, не знаю, с Испании я прочитала, что где-то на... Как сказать? С Испанией. Мы тоже в Испании, но как это называется правильно? С материковой части Испании. Так, яблочки. Грушки. Картошку. Хочу сделать пюре с этой, как называется, господи, с печенкой. Я люблю с гречкой или с картошкой, но гречки здесь нет. На юге очень дорого. Так, и лучок. Лучок. Я много не покупаю лука, потому что лук в изобилии. Он портится. Я редко готовлю. Так, это чек гипердина. Получается, картошка была на скидке по 90 центов. Тут как бы немножко цены, видите, они полную цену, а потом здесь скидку указывают. Яблоки тоже, что-то евро 70 были. Груши тоже, что-то евро 70. И йогурт, вот этот евро 59 за 6 штук. Так, купила еще бананы. Только 4 штуки, потому что все бананы будут какие-то мягкие, с холодильника, непонятные. Я вообще все время недовольна бананами. Вот он вроде желтый, как бы, ну, не критично, да, а внутри он сваренный. Этот я уже буду выкидывать банан. Смотрите, просто сварился. И вот так три дня лежат бананы и вот в такое превращаются. Поэтому я решила купить вот так на один раз. Завтра съесть на завтрак. Может, кто-то останется на следующий день. Но уже не покупать много. Я обычно покупаю связку, там, 5-6 бананов больших. Уже лучше я схожу еще раз. Если будут плохие, то уже будут плохие. И все, начинаем готовить. Аблент. Так, ну что, я уже поставила варить картофель. Я его наполовину турирую, чтобы он быстрее сварился. Порезала лук вот так кольцами. Здесь у меня полторы головки. И приступаю к печени. В мелькодоне она уже вот так продается порционно разрезанная. Мне только еще на такие длинные полосочки надо разрезать эту печень. Так, лук у нас уже почти готов. Сейчас быстренько займемся печенью. Я поменьшила огонь. Вот так нарезала. И сейчас вам покажу лайффак. Вот нам нужен пакетик и мука. Присыпаем все мукой. И, естественно, все это встряхиваем. И не надо будет каждый кусочек обмакивать отдельно муку. Посмотрите, какая чудесная печень получилась. И все, сейчас быстренько это все на сковородочку отправляем, потому что потому что лук у меня уже почти готов. Уже, видите, какой. все, сейчас сверху кладу, выкладываю печенку. Все, выложила печень. Сейчас немножко все посолю и поперчу и перемешаю. Вот, посмотрите, какая мне красота получается. Ну, вы знаете, что печенку главное не пережарить. Так что на минуту 5 я ее уставляю непрерывно помешивая и буду добавлять в конце йогурт или сметану. А теперь добавляем сметану. И внимание, посмотрите, как я ошиблась. Хочется сказать слово, лоханулась. Выбирала, выбирала йогурты, там был нормальный натуральный йогурт. И почему я не прочитала на баночке, что он с сахаром, а сукурада, то есть с сахаром, я думала он обычный. Я прочитала йогурт натураль, а то, что сукурада, ну, я на ценнике читала. На самой баночке не прочитала. Вот так короче, будет у меня пченка со сладким йогуртом. Надеюсь, что будет вкусно. И все, в конце добавляем еще немножко воды. Выпарился немножко этот йогурт, бульон, воду, добавила полстаканчика воды. все перемешиваем, закипает, еще минутку покипит, можно будет выключать. Надеюсь, будет вкусно. Сейчас попробую, расскажу. Вот так выглядит мое блюдо. Сделала пюрешечку, положила печенку. Аж самой интересно, какой вкус у этой печенки. Сейчас буду снимать пробу и все вам покажу. Так, пробовать буду вместе с вами, потому что у меня аж самой страшно, что от этого получилось. Дело в том, что я высыпала, положила, дело в том, что я уже положила одну банку этого йогурта и случайно визнула ложку, почему-то мне так, ну, захотелось сделать. Я почувствовала сахар, и я такая, что? Что? Нет! О, нет! Только не сахар! И у меня оставалась еще одна баночка йогурта, и думаю, что делать, доставать этот йогурт и просто водичкой залить это все дело или что, и я думаю, ладно, все равно этот йогурт весь уже, ну, не достанешь. Думаю, быть, чему быть, тому не миловать. Это как я вчера в Вальпризе была табличка, что осторожно, скользкий пол, но она мелким шрифтом написана, естественно, как я не испанка, я не предала значению этой таблички. Так и тут написано йогурта с сахаром. Ира, что не прочитала эти детали, она прочитала, что он натуральный, и посмотрела жир, 8%, я еще так удивилась, думаю, другую марку смотрела, было 3%, а это 8%. Думаю, о, самое как мне надо, как сметана будет. Такая, взяла, довольная, пошла домой. Ну, пробуем. Ну, что, курицу делать тоже в апельсиновом соке? У меня будет этот, печень, сладком йогурте. Ну, как я ожидала. То есть, в принципе, не критично, оно просто с таким вот сладковатым привкусом. Все. Можно даже этот соус не класть, печенку скушать и все. Ладно, чтоб теперь муж это съел. Ну, если не будет, если да, чтобы другой готовить ему. Заморозки достану, быстренько что-нибудь пожарю. В принципе, не критично. Сейчас еще зайду на YouTube, посмотрю, готовить вообще с йогуртом, печенку. Ну, ждем реакцию моего организма. Следующим многим скажу. Зелье было хорошо. Это моим желудком. Важно, йогурта с печенкой. Лучше в ночь, когда олень сходить в магазин. Ладно, вчера были в магазине. Почему было не купить сметану? Ну, не было мне сегодня идти к Меркадону. Лучше уже буду есть, продолжать есть то, что есть. Все, всем приятного аппетита! Уф, успокоилась, залезла на YouTube, посмотрела, что готовят печень в йогурте и в натуральном жидком, и в таком, ну, подумаешь, сладкий у меня йогурт. Как бы вкус не сильно сладкий, такой кисло-сладкий получился. Ну, понятно, что если бы был это натуральный йогурт, было бы лучше, но я боялась, что вообще это то есть из мира фантастики. Ну, нет, нормально, как бы есть можно, ну, конечно, лучше добавлять обычный натуральный йогурт или сметану. Надеюсь, на этом эксперименты с едой закончатся. Я еще сегодня хотела по плану сделать тортик, но есть я буду уже его завтра, потому что ему надо пропитаться. И постараюсь вам поснимать. Я буду делать этот тортик сегодня. Все же собирался, собирался целый день этот торт. И пошел. Я практически закончился. Ну, лупасил так добре. Даже лужи остались. Хоть освежим наконец-то. То все сухое присухое, конечно, у нас здесь еще идет. Никогда не думала, что буду радоваться дождю. Главное, ты на рифе очень радуешься дождю, потому что здесь все сухое и хочется, чтобы дождь прошел и это все, так сказать, напиталась влагой и приобрела такой зеленый яркий цвет. Вышла на вечернюю прогулку в этот сад. Правда, уже поздновато, в 8 вечера немножко стемнело. и как я обещала посетить. Так, как я снимаю, летит самолет или есть машина. Это смыслительный прикол. Я надеюсь, так, ладно, как я вам обещала, поснимать фонтан поближе. В прошлый раз я вам снимала вот там заборы. Очень жаль, как бы, парк на самом деле такой неплохой, красивый, но заброшенный. Заброшенные, вот посмотрите, вот эти там деревья. Единственная часть, вот эта, мне очень нравится, это изгородь, зеленая. ее так вроде подстригают. Смотрите, какая она приятная. Приятная штука. Здесь-то отросли, а в другом месте было подстрижено. Сейчас еще подойду, поснимаю фонтан. Вода зеленая, но все равно вода успокаивает. Какая вот красота. Вот заказала себе вкусняшку. Как это называется? Кофе без кофеина с молоком и морковный пирог. Я очень люблю морковный пирог. Я еще ни разу не пробовала, но выглядит очень аппетитно. Так что такие вкусняшки буду кушать. Всем приятного типа. Что-то я в итоге поленилась делать крем, делать тортик. Вышла на прогулку, перекусила тортик в кафешке, как видели. И решила, что на днях соберусь с мыслями и силами и спеку вот как я пекла на день рождения на сковородке тортик. Потому что в последнее время мне очень хочется сладкого. Так что вполне возможно скоро я спеку Наполеон. Еще поснимаю вам такую красивую клумбу на последок. Днем понятно, что получше будет выглядеть. вечерочком мы тоже такие цветочки. Обожаю цветы. На тенарейх здесь очень много. Красота. Ну что, буду прощаться с вами, мои хорошие. Спасибо, что были весь день со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал для тех, кто еще не подписан. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До встречи. Пока-пока.